МОТОРНЫЙ ЗАВОД Города уже не было, город кончался на улице Кирова, а здесь стояли склады государственной таможни. Совершенно не приспособленные для производства корпуса, слабо отапливаемые, а часть даже совсем не отапливалась, ни освещения в них во многих не было. Но сюда подходили две ветки Куйбышской железной дороги. Это облегчало эвакуацию, то есть можно было эшелоны с оборудованием, с работниками завода сразу уже подвезти прямо к этим складам. Прибывших в декабре 1941 года москвичей можно было сразу узнать. Они были одеты явно не по погоде – в демисезонные одежды и кепки. Поверх модных пальто, чтобы не замерзнуть, они надевали несколько мешков с дырками для головы и рук. В музее хранится обувь заводчан – это лапки и трепишные колодки. В них ходили и летом, и зимой. Купить новую обувь было невозможно, даже кусок мыла стоил ползарплаты. У приезжих возникла проблема и с жильем. Выделена была школа, но ее было недостаточно, потому что люди приехали еще и с семьями, с маленькими детьми. Вот они жили на вокзале, в коридорах учреждений, даже в каких-то подвалах. Пытались найти уголок, снять можно было в Ульяновске. Очень редко, потому что город был маленький, а сюда эвакуировано было, в наш Ульяновск, еще 15 различных организаций и предприятий. И постепенно сами семьи стали размещаться в селах – это Кременки, Лаишевка, Боротаевка, Врыпаевка, до 30 километров от Ульяновска. А некоторые семьи вырыли недалеко от завода землянки. Ее макет в разрезе тоже можно увидеть в музее. Это точная копия той землянки, в которой жила семья начальника цеха номер один – Ивана Павловича Кубарева. Он приехал в Ульяновск с женой и тремя детьми. В своем земляном доме он выложил деревянные полы, чтобы маленькие дети играли не на земле. Несмотря на все трудности, уже в феврале были готовы к работе 10 цехов. То есть вот эти вот склады были переоборудованы. С помощью старых списанных паровозов было продумано топление. Сделали большие оконные проемы, чтобы было светлее. Был вмерзший в Волгу плод, его вырубили, эти бревна подняли. Вот тут небольшой был лесобрабатывающий заводик, сделали доски, обшили, чтобы было хоть как-то потеплее. В феврале 1942 года заработал сначала цех капитального ремонта станков, а затем и снарядный цех. Это было секретное производство. По всем архивным документам он значится как цех спецпроизводства или инструментальный цех номер два. А на заводе этот цех называли женским. Сюда старались набирать девчонок, потому что те снаряды, которые там выпускали, были легкими. Основная задача эвакуированного завода была выпуск автомобилей ЗИС-5. Для конвейера стали строить новое здание. Но пока оно строилось, заводчане организовали сборку в другом месте. В одном из складских помещений, а с ней установили трехтонные козлы и продумали сборку на козелках, как они это называли, вручную. Первая машина, собранная на заводе в апреле сроку 2002 года, 1 мая проехала по улицам города. И, как вспоминали московичи, вселила надежду на то, что еще все будет хорошо. Уже к осени 1942 года стали выпускать по 20-30 машин в сутки. Всего таких трехтонок было выпущено около 7 тысяч. Одна из них в качестве памятника стоит перед проходной заводом. А в 1942 году на предприятие поступает приказ Комитета обороны с требованием срочно для нужд фронта начать производство малолитражных двигателей. Причем, кроме образца малолитражного двигателя, ничего не было, никакой технической документации. И директор завода отдает приказ, что все, кто задействован в освоении производства этого двигателя, приходят на казарменное положение. То есть, если работники завода работали по 11-12 часов в сутки на казарменном положении, рабочий день длился 16 часов. И при этом люди не имели права выйти за территорию проходной. То есть, ночевали они прямо в цехах, кто на ящике, там кто-то подстилит под себя телогрейку. То есть, им было только выделено усиленное питание. На музейном стенде портрет эвакуированной москвички Анастасии Васильевны Ермиловой, которая выполняла до четырех норм в смену и буквально жила в цехе. Таким образом, она собрала деньги почти на целый самолет. За трудовой подвиг завод получил 10 правительственных телеграмм за подписью Сталина, где руководство страны благодарило тех людей, кто трудился практически сутками. Одну из них получила Анастасия Васильевна. В музее хранится и сам малолитражный двигатель. Именно эта продукция стала базой для создания завода как самостоятельного предприятия. 6 сентября 1944 года из состава Ульяновского автомобильного завода имени Сталина было образовано самостоятельное предприятие «Ульяновский завод малолитражных двигателей». Ирина Антонова, Даниил Сурков. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова